Здравствуйте! С вами информационный обзор климатических событий в мире. В текущем выпуске мы увидим Радиоактивные выбросы в Японии Климатический обзор за неделю Пример доброты школьного учителя Виталий Объединение людей во время наводнения в Таиланде 11 марта 2011 года в Японии землетрясение магнитудой 9 целых Стало причиной расплавления реакторов на атомной электростанции в городе Фокусима Это был самый большой выброс радиации за всю историю нашей цивилизации Только за первых три месяца в Тихий океан Было сброшено радиоактивных химических веществ В объемах, превышающих выброс во время Чернобыльской катастрофы Подробнее о загрязнении Тихого океана и его продолжающихся последствиях А также почему утечка радиации не устраняется Смотрите в 39 выпуске «Климат-контроля» Так как для охлаждения поврежденных реакторов атомной станции В них постоянно закачивают воду, которую затем помещают в специальное хранилище Актуальным является вопрос хранения такой воды И в связи с тем, что место для хранения заканчивается Токийская электроэнергетическая компания Приняла решение сбросить в воды Тихого океана 600 баррелей собранной радиоактивной воды Общественности оглашается то, что радиоактивные вещества безопасны В незначительных количествах и что людям не о чем переживать Что природа сама о себе позаботится и восстановится Но так ли это на самом деле? Сколько сможет еще планета терпеть наши неразумные действия? Радиоактивное заражение — это не только проблема населения Японии, но и всего мира А во времена надвигающихся катаклизмов с этим могут начать сталкиваться и другие страны, использующие атомную энергетику С 1959 года выброс радиоактивных отходов в океаны осуществили многие промышленные страны Через СМИ все это преподносится как то, что альтернативы не существуют И нам нужно принимать последствия загрязнения окружающей среды Если хотим, чтобы было электричество и те условия, в которых проживаем Нам следует перестать закрывать глаза на происходящее событие И взять ответственность за то, что происходит в окружающем мире Уже сейчас существуют альтернативные технологии получения энергии, безопасные для окружающей среды Необходимо отбрасывать любые ограничения между людьми и объединять научный потенциал человечества во благо всего общества Подробнее об этом читайте в докладе ученых «АЛЛАТРА НАУКА» «Исконная физика АЛЛАТРА» Только объединившись на духовно-нравственных основах, в единстве народов возможно выживание человечества У нас одно место проживания — земля, одна нация, человечество, одна ценность — жизнь Мы сами выбираем, каким быть нашему обществу 15 июля Украина В селе Тростенец в Тернопольской области выпал город размером с куриное яйцо На Закарпатье прошел дождь с мокрым снегом и градом Россия Город Пермь пострадал от обильных осадков В городе Абакан и городе Воронеж прошли сильные шторма В поселке Рязанцево в Ярославской области и в городе Александров Владимирской области и в Акушинском районе Дагестана выпал крупный град размером с перепелиное яйцо В Саха 78 очагов возгораний охватили 384 тысячи гектаров леса Чили В городе Сантьяго выпали обильные снежные осадки И хотя июль является самым холодным месяцем для страны Но такое количество снега является аномальным для региона Без электричества остались 215 тысяч человек Канада Сильный ветер усиливает лесные пожары в провинции Британская Колумбия Количество очагов возгорания превысило 210 С начала месяца свои дома вынуждены были покинуть 47 тысяч человек Впервые за последние 15 лет введено чрезвычайное положение В течение дня зафиксировано 22 землетрясения магнитудой 4 и выше 16 июля Франция Лесные пожары охватили более 500 гектаров леса Россия В городе Омск прошел сильный ливень Многие улицы оказались под водой Вблизи городовного Кузнецк и Сургут прошлись смерчи Аргентина В городе Сан-Карлос-де-Барелочи возникли рекордные морозы Температура воздуха опустилась до минус 25,4 Высота снежного покрова достигла 50 сантиметров Более 20 тысяч человек остались без электричества Колумбия В муниципалитете Субачоке прошел сильный град США От внезапного сильного паводка в штате Аризона пострадало 9 человек Канада Крупный град выпал в провинциях Альберта и Соскачеван Афганистан 15 поселков пострадало от наводнений в провинциях Бадахшхан и Кабул Более 600 человек были эвакуированы Южная Корея В течение двух дней в городах Поин и Чхонджу выпало более 280 миллиметров осадков Затоплены более 680 домов и 5000 сельхозугодий Свыше 500 человек вынуждены были оставить свои дома В городе Чхонджу сошел оползень Пострадало два человека Индия Продолжается наводнение в стране В течение суток в штате Гуджарат выпало 300 миллиметров осадков В штате Раджкот выпало 206 миллиметров осадков Сотни людей были эвакуированы ЮАР Вблизи города Кептауна на Столовой горе выпал снег Это редкое явление для региона В течение дня было зафиксировано 12 землетрясений Магнитудой 4 и выше 17 июля Вьетнам Тропический шторм Талос вызвал обильные дожди и сильный ветер в северной и северо-восточной частях страны В некоторых районах уровень подтопления достигал полуметра Повреждено более 6000 зданий Затонуло 57 рыболовецких судов и лодок Россия Крупный град прошел в Чернушинском районе Перского края И в Куринском районе Алтайского края Сильный ливень вызвал подтопление улиц в городе Санкт-Петербург и в городе Ростов-на-Дону В Санкт-Петербурге за сутки выпала треть месячной нормы осадков 21 мм Казахстан От песчаной бури и сильного шторма пострадали населенные пункты Восточно-Казахстанской области Скорость ветра превышала 30 м в секунду За несколько минут день превратился в ночь Греция Сильные дожди вызвали наводнения на острове Халкидики В течение 18 часов выпала 180 мм осадков Часть скал обрушилась на автомобильные трассы Было объявлено чрезвычайное положение Наиболее пострадал район Ситания Хорватия На юге страны возникли сильные лесные пожары Площадью 4500 гектар Турция Сильные дожди вызвали наводнения в городе Стамбул Местами в течение часа выпало 65 мм осадков В течение дня было зафиксировано 28 землетрясений Магнитудой 4 и выше В том числе землетрясения в Перу Магнитудой 6 и 4 на глубине 44 км Примеры проявления доброты и человечности Антонио Лакава Школьный учитель в Италии Проживающий в городке Ферандино Всегда стремился делать добро И заботиться о других людях Выйдя на пенсию в 2003 году Решил посвятить свое время детям Воспитывая в них любовь к чтению и познанию Антонио купил трехколесный мотоцикл И переоборудовав его библиотеку на колесах Наполнил 700 детскими книгами Которые регулярно пополняются и обновляются 14 лет путешествуя по провинциях Матера и Потенца Антонио учит детей тому, как важно чтение для их развития Местные дети из деревушек сбегаются на звуки клаксона Которыми Антонио оповещает о своем прибытии Каждый его приезд превращается в настоящий праздник Дети любят общаться с главным библиотекарем региона И часто заказывают ему различные книги или чистые тетради Чтобы они записывали в них свои размышления, наблюдения и идеи Созидательное общество зависит от действий и личного выбора каждого От личного выбора человека зависит то, насколько больше станет света вокруг него А в целом во всем мире Помогая другим, человек обретает самое ценное богатство — духовное 18 июля Япония В городе Токио прошла гроза с крупным градом Россия Вследствие прорыва искусственной дамбы в Селемджинском районе Амурской области был затоплен поселок Экимчан Обильные дожди с крупным градом вызвали наводнения в городах Киров, Красноярск и Новосибирск В городах Карачаевск и Санкт-Петербург прошел крупный град У берегов Камчатки в 199 км к юго-востоку от села Никольское было зафиксировано землетрясение Магнитудой 7 и 7 на глубине 15 км За ним последовало более 25 автершоков Магнитудой от 3 до 5 Италия Десятки очагов возгорания возникли на территории страны Сотни людей были эвакуированы Черногория Сильный пожар разгорелся вблизи города Сутаморе Сотня человек было эвакуировано Великобритания Обильные дожди вызвали наводнения на юге страны В южной части страны было зафиксировано 100 тысяч ударов молний в течение ночи Такое количество молний в регионе произошло впервые за историю метеонаблюдений Тринидад и Табага Торпический циклон Дон вызвал наводнения в стране В течение дня было зафиксировано 32 землетрясения магнитудой 4 и выше 19 июля США Более 4 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в штате Калифорния Вследствие возникших лесных пожаров Пожар распространился на более чем 35 тысяч гектаров Сгорело 45 домов В округе Марипоса было объявлено чрезвычайное положение В штате Невада пожар распространился на 3 тысячи гектаров Город Берлингтон в штате Висконсин пострадал от наводнения Россия Крупный град прошел в Обзелиловском районе Башкортостана Германия От сильного шторма и обильных дождей, вызвавших наводнения, пострадал северный Рейн-Вестфалия В городе Кёйн за день выпала месячная норма осадков В течение дня было зафиксировано 22 землетрясения магнитудой 4 и выше 20 июля Россия На ночь в городе Анапа в Краснодарском крае выпала трехмесячная норма осадков 94 миллиметра В городе Новороссийск за день выпало 57 миллиметров осадков Кабардино-Балкарии от наводнений пострадало несколько населенных пунктов По селу Джалыково в Калмыкии и Тамуровском районе в Дагестане пронеслась буря из саранчи В Якутии пожары охватили территории свыше 15 и 8 тысяч гектаров США В округе Эри в штате Нью-Йорк прошел шторм с сильным ветром 20 тысяч домов были обесточены По городу Маргрегор, штат Айова И город Гамбург, штат Нью-Йорк Пронеслись торнадо Беларусь В городе Барановичи в Брестской области прошел шторм Местами возникли наводнения Китай Обильные дожди прошли в провинции Хайлунзян Было эвакуировано несколько тысяч людей В течение дня было зафиксировано 29 землетрясений магнитудой 4 и выше В глубине моря вечная тишина Ураганы бушуют на поверхности Там и проходят Люди могут многому научиться у моря Сохранять покой внутри, что бы ни происходило снаружи Эльчин Сафарли Есть зрелище, более величественное, чем море Это небо Есть зрелище, более величественное, чем небо Это глубина человеческой души Виктор Гюго 21 июля Греция От землетрясения в Игейском море Магнитудой 6 и 7 на глубине 10 километров И последующих более 100 авторшопов Пострадали свыше 120 человек на островах Ос и Родос Были повреждены здания Турция В городе Бодрум от землетрясения в Игейском море пострадало 70 человек Россия В поселке Татарское Азеево Выпал град Размером с перепелиное яйцо Также сильный град прошел в городе Москва В населенных пунктах Приморского края Прошел шторм с обильными осадками В городе Калуга Местами возникли наводнения По Самарской области пронесся ураган С сильным ливнем и градом В течение дня было зафиксировано 29 землетрясений магнитудой 4 и выше В кальдере супервулкана Лонгвелли в течение дня было зафиксировано 29 землетрясений магнитудой до 3 На протяжении недели в стадии извержения находилось 37 вулканов В течение недели произошло 654 землетрясений в радиусе до 20 километров от действующих вулканов И на глубине не превышающей 20 километров Всего за неделю более 36,5 тысяч человек стали климатическими беженцами 26 декабря 2004 года вблизи острова Семёлое Произошло землетрясение магнитудой 9,2 Которое вызвало масштабнейшие за всю современную историю цунами Береговая линия Азии была разрушена Почти 300 тысяч человек не смогли спастись во время этого бедствия От 30-ти метровых волн сильно пострадал Таиланд Хотя земные толчки в регионе были едва ощутимы Но спустя час животные и птицы стали убегать А вода резко ушла от берега Вернулась вода с огромной скоростью 500 километров в час И хлынула на сушу, устремляясь на несколько километров вглубь полуострова Несмотря на огромное разрушение и количество пострадавших Люди не отвернулись друг от друга, помогая и заботясь о каждом Все люди, независимо от наций, делали всё возможное, чтобы спасти других людей В такое непростое время многие увидели важность проявления человечности и доброты Исчезли иллюзорные границы между людьми У всех произошла переоценка ценностей Многие поняли, что люди и их жизни – самое ценное и главное в жизни Местные жители, живя в бедных материальных условиях, делились всем, что имели сами Едой, одеждой и другими материальными вещами Когда о катастрофическом событии узнали в мире Люди с разных стран также подключились к помощи пострадавшим от наводнений Людям не нужно ждать бедствий, чтобы протягивать руку помощи А уже сейчас нужно объединяться Только сплотив совместные усилия при искреннем объединении людей на духовно-моральных принципах Возможно преодолеть любые катаклизмы и их последствия В эти непростые времена изменения климата на Земле Всегда и везде оставайтесь человеком Объединение людей – залог выживания человечества О климатических событиях в мире и решении климатических проблем Читайте на сайте geocenter.info, а также на сайте allatradefiscience.org И в докладе ученых AllatRa Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле Эффективные пути решения данных проблем Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк Делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал И будьте в курсе новостных климатических событий в мире Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok